Он заполняется на немецком языке, потом языковая анкета, преследуется какая цель, это повышение уровня знания языка студентам немецкого языка. То есть он должен владеть от элементарного уровня до высокого, и в зависимости от его уровня немецкого языка ему предоставляется такая же вакансия. То есть самым элементарным знанием языка люди попадают в сельское хозяйство и все, что с этим связано. И она защищена государством, то есть люди, которые уже попадают в сельское хозяйство, они уже получают на уровне с немецкими гражданами и с такими же правами и обязанностями, что в этой программе является основным и защищенными статьями. И чем выше квалификация у человека, у нашего украинского студента, тем выше он может получить должность. Есть ли у него знания в языковых школах, принятые в мире, это от А1 до С1. И если это на высоком уровне С1, то человек может работать и по специальности. У нас есть такие люди, которые устраиваются на завод БМВ, то есть студенты, которые работают на транспортно-строительном факультете, занимаются. Они практику проходили на заводе БМВ, ну и также по специальности. А сколько отбиться это? То есть это ограничено целетними месяцами? Да, есть разные. Для всех абсолютно студентов это длится только на время официальных каникул в университете или официальных практик. Если в университете практика зимой 2 или 3 месяца преддипломная, и у него хорошее знание языка, он обращается к нам, мы передаем эти данные немецкой биржи труда. Но тут есть маленький нюанс. В принципе, такие люди, которые хотят на высококвалифицированных проходить, они в принципе сами могут начать переговоры. И как только предприятие говорит, да, мы готовы взять вас на практику, а в этом в основном так, потому что, как ни странно, у Германии в инженерных специальностях тоже сейчас большие проблемы. Вот. Тогда они обращаются к нам, и мы им помогаем уже вести диалог с немецкой биржей труда, чтобы они получили свой официальный контракт. — Устроиться на работу за рубежом, напрямую выходить на немецкую биржу труда, получается? — Нет, 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 на предприятие. — На предприятие? — Предприятие. Все вопросы для того, чтобы... Ну, немецкая биржа труда — это тоже большая машина, да, с очень большими бумажками. Для того они сделали свои представительства, для того, чтобы хотя бы фильтровать, чтобы не брать людей, которые не знают языка. Чтобы кто-то помогал, потому что любая... Это как бы серьезная программа, и любая ошибка в данных документах, а так как мы находимся не близко Германии-Украине, чтобы непосредственно до них уже приходили, ну, полностью готовый пакет документов. — То есть заключается договор, я так понимаю, с работодателем за рубежом? — Да, приходит договор непосредственно там, где стоят печати непосредственно немецкой биржи труда и самого работодателя. В этом договоре абсолютно расписано, сколько человек будет получать в час, сколько, где он будет жить, какое у него будет питание, сколько на это будут выделяться средств, где он будет жить, ну, и как бы все основные пункты. — Ну, давайте так просто скажем нашим телезрителям. Приходит студент к вам в организацию, я хочу работать, я вот знаю немецкий язык хорошо, хочу работать на заводе BMW или, например, на каком-то фермера. Что он действует? Он предоставляет там паспорт, диплом, справку о том, что он учится? — Это четыре документа. Это справка о том, что он учится в университете на очной форме обучения. Это непосредственно анкета, там, где он заполняет, где бы он хотел работать. То есть это он просто проставляет галочки, в каких сферах он бы хотел работать. Третье — это языковая анкета, которая заполняется или университетом, это подтверждение знания его языка. В основном есть лектора ДААТ, это большая академическая структура в Германии, ее лекторы работают по всему миру. И у нас тоже в Украине, практически в каждом крупном городе, у нас нам повезло, у нас их два. Это Марио и Максимилиан. Максимилиан работает в Каразино. Они тоже, как непосредственно немцы и лектора ДААТ, они проверяют эти знания. Это языковая анкета заполняется. И еще один бланк от немецкой биржи труда, который, ну, мотивационное письмо. Можно сказать, это так. Ну, человек объясняет, почему он хочет работать за рубежом. Да, да, да. Но тоже отличается от специфики программы ЦАП. Сколько студентов прошло за эти пять лет? Получили такой ценный опыт за рубежом? Да, то есть мы представляем по этой программе всего три года, это будет третий год. То есть в первый год это было, заявок было около 200 со всей Украины, но попало около 100 человек, наверное. Ну, 50% это довольно высокий результат. Самый проблемный год был это прошлый, потому что заявок было тоже около 250 со всей Украины, потому что, ну, знание языка, казалось бы, Украина, 250 заявок. Но попало человек 70, потому что были и политические моменты. Ну, это тоже все влияет на самом деле на все сферы жизни и на нашу общественную работу в том числе. А в этом году, то есть, уже заканчивается набор, и уже около 200 человек со всей Украины подали заявки. Спасибо большое за подробные ответы, за участие в нашей программе. О том, как можно приобрести ценный опыт работы за границей харьковским студентам, в студии «Бетипозиция» рассказал представитель Харьковской областной общественной организации «Мультикульти Юэй». Я же прощаюсь с вами. До следующего эфира. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова